Эрл Симмерману Лапы Держат Максимум 1-2 человека В клубе, а все остальные Не могут держать лапы В силу того, что если Эрл Симмерман Бьет ногой, там не важно Лапа, подвушка, то есть Наносят ущерб Вот такую информацию я слышал Ну как-то потолстел Эрл Симмерман Довольно таки сильно My name is Эрл Симмерман Я траен в Сиан Гиме Бойное Бойное Б Jessie В б 가 fame Наносят У Commир Я траена город Иissimo Ком Charles Я наносят с наile Н Kendер на собакат worksheet arm И на борьбу Нормально и так бен садик говорит что он из бельгии но бьется он за марокко он спокоен и будет биться до конца до победного конца циммерман же заявляет что он не боится в этом турнире в рамках этого турнира никого это будет сложный турнир и поединок но он готов показать все на что он собственно способен по рекордсу я смотрю что бен садик ярко выраженный панчер из 22 поединка 20 боев он завершил нокаут там уровень позиции ну да самый высокий насколько я помню что касается циммермана удивляет честно говоря только крыл циммерман набрал подойти посмотрим на в раздетом состоянии но есть лишний вес так но не сказать что прям много но тем не менее набрал да получается что он ниже сами шилта на 10 на почти на 10 сантиметров а весит примерно столько же сами шилта 130 романс 14 вот но давайте посмотрим все таки бой а все-таки 114 показали они показали сто четырестного я думаю что здесь единицы четверка перепутали нет не перепутали конечно да но то есть весит он побольше чем сто четыреста килограммов мы видели людей средства 114 можем сказать что интересный бой бен садик против эрла циммермана не все так предсказуемо потому что бен садик с того что видел я очень опасен в начале боя вот и как раз таки под конец хуже выгодят но здесь это двухраундовые бои вполне может быть неприятным удивлением может доставить проблему здесь они работают в такой уже манере как более спокойно здесь есть они оба весит достаточно много хотя опять таки сами шилт тоже весело много и тем не менее знаете меня удивляет вроде бы эрл циммерман готовился думаю данного турнира но вот сейчас на встречный хорошо попадает справа этот прием тут уже вперед идет бен садик да по сравнению с предыдущими поединками не очень такое спешное начало присматриваются друг другу бойцы и проводят тем не менее скоростные достаточно атаки но не так потонажности то есть не так сильно я продолжу свою мысль как-то очень удивляет почему саберман такой форме нет каких-то сбоев в организме сейчас эрл пропускает сильно иногда он да сейчас тяжело встает эрл циммерман ну насчет сбоев организме не знаю не знаю может быть сбои в тренировках вот это вот возможно ну или в режиме до сбора да да ну я знаю что он не особо потерял скорость даже смотря на то что он набрал так весь он не потерял скорость но он и не пил почти очень запомнился момент когда циммерман бил ногой настолько сильно развернула что он сначала упал а потом снова эрл циммерман бил ногой развернулся бен садик очень так неприятно ему ногой в спину ударил ну вот лучший момент этого раунда на ваших экранах побежал дальше бен садик добивать камерман но это уже и не к чему четкая странная прическа у кого да циммерман вообще выглядит так на вечер похоже на себя и странная борода я просто сказал итак второй раунд второй раунд до первых эрл циммерман у нас сейчас чтобы выиграть нокаут нокдаун ну чтоб сравнять шансы нокдауна нет вообще на рассмотреть потому что я думаю если он выиграет второй раунд то могут дать все равно третий да нет я думаю сейчас надо смотреть опять же с этими правилами сейчас пошел бен садик вперед и окучивает ударами он эрла циммермана но циммерман тоже отвечает достаточно неплохо попал он двойку но сейчас снова пропустил прям такой грубый размен ударов мы видим сейчас уже циммерман попал но но по-моему выглядит он потрясенным слегка выглядит потрясенным я думаю даже не ожидал такого такой прыти от бен садик от циммерман бен садик заводит так правую руку прямо бен садик я думаю сейчас устанет потому что приходилось видеть бои бен садика уже устал уже устал да но тем не менее если он сейчас выиграет этот раунд даже если не будет не нокдауна а вот нокдаун как раз еще один и соответственно здесь уже тогда спорный вопрос надо смотреть что было все таки пропустил но здесь тогда уже все ясно сейчас если второй раунд отдадут бен садику за счет нокдауна как раз таки вот сейчас как хорошо попадает циммерман посмотрите отправлять нокдауна в нокаут отправил я думаю это уже нокаут вы знаете бен садик я думаю сейчас большую глупость совершил что полез драку вот это удар думаю большую ошибку 10 секунд осталось чтобы добить вопрос кому добить циммерман не идет вперед циммерман выиграть должен поединок ну второй раунд заканчивается ну циммерман я думаю выигрывает раунд данный устоял бен садик да если сейчас не было я я честно говоря не понял почему бен садик интересно как вот по этим правилам сейчас будут решать вот сейчас мне тоже это интересно ну по идее должны дать третий раунд потому что здесь еще не все так очевидно как мы видим вот попадает покажите другой нокдаун мне интересно посмотреть да кстати мне тоже интересно первый нокдаун именно когда циммерман оказался на настиле ох какой удар прямо в челюсть алексей как ты думаешь а почему вообще бен садик вот за 20 секунд до конца отправив циммермана в нокдаун полез драться добивать то есть поляду мог бы как-то на тихо волне но хотел закончить бой наверное вошел просто в азарт вот конечно конечно в любом поединке всегда хочешь закончить бой досрочно и красиво и красиво да но здесь не так просто оказалось он кинулся добивать и уже я думаю подустал после своих атак в начале раунда начал опускать руки пропустил удар на встречу сейчас конечно интересно что судьи решат вроде будет третий раунд нет я думаю бен садик значит ну вот как раз таки это говорит вообще да очень спорное решение вообще два но неправильно изначально любом случае